Бесчиславец и грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть якова истину, блажите те, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, счастнейших и рывим и славнейшего, истинно Серафим, безысление Бога, слово рожешую и сущую, Богородицу Те величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскрес и измертвуй, Господи Иисусе Христе, Сыне Божией, молитва ради причастия Твоей, Аматери и силы, и счастнейших и творящего креста, святых ангелов наших, хранителей, и всех ради святых помилуй и спаси на всякое благое си, и человека любится. Аминь. Боже, будь милостив ко мне грешному, создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яко не корише благое сотворив пред Тобою. Но избави меня от лукавой, да будет у меня воля Твоя. Да неосужденно отверзу устам и недостойно восхвалю имя Твое, Святой Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешите ли души истинные, и живи здесь, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселись, и очистины от всяких скверных. Спаси, блажи души наши. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые посети и исцели немощи наше, имей Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже, исти на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Хлеб наш насущен и дашь нам днес, и остави нам долги наши, як ожи, мы и оставляем даже ком нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лука в огонь. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Оставши от сна, припадаемте блажь. Ангельскую песню, пьемте сильный. Свят, свят, святость и Божия, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отображаясь на воздвигом, если Господь, умой просвети сердце с ним, и отвергивая же печень и святая Троица. Свят, 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 святость и Божия, Богородица, и помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно Судья приедет, и кое-гоже деяния обнажаться, но страхом зовем полунощи. Свят, 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 святость и Божия, Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна, встав, благодарю Тебя, Святая Троица, кому гирает Твое благость и долготерпение. Не прогнелся на милленивый и грешный, погубил меня, собил законы моими. Но из человека любства и всеобычные, в меча не лежащих, воздвигные, и сива, ежевутренький, совостойкий, держава Твою, ныне и владыка, просвети Мои Ощи, мысленный ответ за Мои уста, повышайтеся в Твоем, и разумейте заповеди Творя, и творите волю Твою, и печи Тя, исповеданное сердечко, и распевайтеся, святой Божий, Царь, Сын и Святой, Годом, по ныне и Песня, во Витеме, Бог, аминь. Приидите, поклонимся, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся, Христу, Цареве Богу нашему. Приидите, поклонимся и припадем к самому Господу, Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. Посмотри, что тут надо делать. На одном месте крутится. Значит, и он не может, конечно, и дозвониться. Нас вышибло, у меня ничего не закачивается. Там обработка идет, он, видишь, ни одна не мигает. То есть, он совершенно не в нагрузке. Не раньше, не позже. Сколько работы? Я встал, 15 минут второго, кажется, было. И уже не отходил от него. И день избил, и ничего нет. Перегрузку дать ему? Тоже не знаешь. Ну, что, считаю, ладно, давай. Так, без нас помолятся. Сто тридцать седьмой псалом. Славлю тебя всем сердцем моим. Перед богами пою тебе, что ты услышал все слова уст моих, поклоняясь пред святым храмам твоим, и славлю имя твое за милость твое и за истину твое. Ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего. В день, когда я воззвал, ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость. Прославят тебя Господи все цари земные, когда услышат слова уст твоих. Ибо споит пути Господи, ибо велика слава Господне. Высок Господь и смиренно увидит, и гордо узнает издали. Если я пойду посреди напасти, ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку твою. И спасет меня десница твоя. Господь совершит за меня. Милость твоя, Господи, вовек. Дела рук твоих не оставляй. Господи, ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхая ли, ты окружаешь меня. И все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемлишь меня. И полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня видение твое. Высоко не могу постигнуть его. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря. И там рука твоя поведет меня. И удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью. Но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в очи матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивно дела твои, и душа моя вполне осознает это. Несокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне. Образуем был во глубине утробы. Зародыш мой, видел очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одной из них еще не было. Как возвышено для меня помышления твои, Боже, и как велико число их. Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. О, если бы ты, Боже, поразил нечести его. Удалитесь от меня, кровожадные. Они говорят против тебя нечестиво. Суетно замышляют враги твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не вознушаться восстающими на тебя? И лист, которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет. Не так нечестивые, не так, но они как прах возлетают. Я ненавижу их враги, а не мне. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути. И направь меня на путь вечный. Избавь меня, Господи, от человека злого. Сохрани меня от притеснителя. Они злое мыслят в сердце. Всякий день ополчается на брань. И защитляет язык свой, как змея, как яд аспида под устами их. Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого. Сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои. Гордые скрылись селки для меня. И петли раскинули сеть по дороге. Тенеты разложили для меня. Я сказал Господу, Ты, Бог мой, услышь, Господи, голос молений моих. Господи, Господи, сила спасения моего. Ты покрыл голову мою в день брани. Не дай, Господи, желаемому нечестивому. Не дай успеха злому замыслу его. Они возгордятся. Да покроют головы окружающих меня. Зло собственных уст их. Да падут на них горящие угли. Да будут они повержены в огонь. В пропасти так, чтобы не встали. Человек злоизлышный не утвердится на земле. Зло увлечет притеснителей в погибель. Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. Так, правильно будут славить имя Твое. Непорочно будут обитать при лицом Твоим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостивый Бог мой и Господь Иисус Христос по Своей много любви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова Спаситель. Спаси меня благодатью Твоею. Молю Тебя. Ибо если по делам спасешь меня, то Ты не будешь благодатью и даром, но более делом. Ей многие щедроток и не изречены в милости. Ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смертью во веки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаящихся, то верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел да вмениться мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дела правдущих меня. Но это вера, да будет проявше всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да явит причастником славы Твоей вечной, и да не похитит меня сатана и не похвалится. Слово, что отторг меня от Твоих рук и ограды, ну или хочу, спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой, очрев Матери Моей. Сподоби меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил я, когда свой тайный грех, и чтобы снова потрудиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился с Атаней Прещающим. Особенно же, потружусь для Тебя, Господа и Бога моего, Иисуса Христа, во все дни жизни, ныне и всегда, веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставь мне хранить мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержание мое. Не дай возможности злому демону, починить меня себе преобладание от вас смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О, Сыто Ангел Божий, хранитель и покровитель бедному душе и тела, прости мне все, чем я скорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогнеть Бога никаким грехом. И молись за меня, Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и сделал меня рабом, достойно своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, своими святыми и всесильными молитвами, отгони от меня смиренного и несчастного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, удаляйся скверные, лукавые и хульные помыслы из закаянного моего сердца и помраченного ума моего. И погаси плавя моих страстей, ибо я убыл к несчастью. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и по умыслу и освободи меня от всех из злодеяний, ибо Тебя благословляет сиродой и причисти имя Твое славится во веки вечное. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божьи, Игнатия Владимир Надежды, ибо мы усердно к вам прибегаем, к скорым помощникам, молитвенникам о душах наших. Благородица Дева, радуйся, обрадуна Мария, Господь с Тобою, благословен плод чрева Твоего, якородила Иси Христа спаса избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила щаснага, жилтворящего Креста Господни, не оставь нас, грешных, уповающих на Те. Спаси, Господи, люди Твои, и благослови достояние Твое, победа на сопротивные дары Твои, сохраняй Крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного родителя и сродника, благодетель Вениамина, Агапангела, Диамида, Тихона, Антония, Священарея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Зосима, Андрея, Максима, Владимира, и Глебу не дай погибнуть, Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта Франциска Корнилия, Александра Деодора, митрополита Тихона, и весь священнический и иноческий щин, и высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и дай нам еще священника, если угодно Тебе. Господи, смири власти воинства и подкрепкую руку Твою, и шерези сотвори благое от церкви Твоей, Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Дагена и Амана, и дару мира Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, и наущий насценить это мирное время. Только Ты знаешь, что ждет нас. Слава Тебе за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить, умножить наши таланты, дарованные Тобой, и для всего починам добрых помощников, наставников, советников, и сохранить все и денег от всякого рода зла, греха и от непосильных искушений. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Да будем мы благословенны Тобой, и сохрани и защити нас от пожара, воров и нечистой силы, и селения наши, и живущих там, Андрея, Игоря, Игоря, Серокиму, Владимира, обрати Людмилу Болящую любовь, Владимир, Алексей, Иосиф. И прищи добрые жители с детьми, любящими и знающими уставы Твои. Хвала Тебя, наш Господь! Слава! Благодарю Тебя, Господи, за все Твои милости. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Авва Отче! Свят, 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 Господь Саваок! Вся земля полна славы Его! Аллилуйя! Слава, Вышний Богу! На земле мир, человека благоволение! Аллилуйя! Благодарю, Господи, за тот день, который дал мне веру в Тебя. Страх пред Тобой и ожидание Суда Божьего. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и на каноны, как на истину. Слава Тебе, Боже наш! Слава и Благодарение! Пришли добрые жители вселения с детьми и сохрани школу. Спаси, помилуй, Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, ища до их Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилы, Нину, Алектины. Побуди всех на проповедь Евангелия. Слава Тебе, Единому Вечному Богу! Пресвятая Госпожа Богородица, Присна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Воздай милостями всем, кто был с нами в поездке. Благослови Виктора, Николая, Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Сергея. Спаси, помилуй, Надежда, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Романа, Евгения, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Рахиль, Ездру, Рустикой, Самире и Тимур, дару и веру истинную, святую и христианскую. Дабы не верили лжи пророчкам. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Возри на угрозы, на все пакости, какие творят враги. Прости им, ибо они не знают, что худо делают. И в судный день не помяни их безумие. Посети и воздай добром нашим благодетелям. Благослови Елену, Людмилу, Евгению, Наталью, обрати. Надежда, Юрия, Эдуардов, всем помогавшему. Слава Тебе. И отступников найди. Николая, Михаила, Александра, Юрия и Максима благослови. Слава Тебе, Боже наш, ангел Христов, хранитель мой святой, моли Богом негрешим. Столько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. Не покинь сей день пребудет с нами и защитит. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. И от пьянства избавил Павла, Михаила Андрея, Владимирова Александра Игоря. И потерянный Александр найдется слава живущего. Святитель Христов Никола, моли Бога о нас, научи нас, Господи, жители бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать. Дабы было нам из чего уделять нуждающимся. Слава Тебе. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Нох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Но, Иосиф, Патриарх, Едрани, Емь, Амос, Наум, Иса, Иеремия, Варах, Икииль, Осия, Иаирогей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данин, Отрих и пророк Михея, Абрама, Исаак, Яков. Да исполнит Господь Духом пророческим церковь свою, дабы день прихода этого нашего отшествия, не застала с неготовыми, но чтобы выше на встречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными или добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, хирургимы, серафимы, всенебесные силы, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфея, Марк, Лупаян. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Молите Бога о нас, святые мужчины, мужчины, сын, Игнатий Богоносец, Поликарн, Сминский, Устин, философ, Космая, Дамьян, Андрей Стартилат, Ирон, Мужчинник, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник, Медийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мужчин, цар Николай, святое царское семейство, Владимир, Иосиф Борис и Глеб. Молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял на чертане сбери, на щелой или на правую руку. Сохрани нас, Господи, всякое нечистье, и приведи их в страх в тей день. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, молите Бога о нас, святые отцы. Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоусов, Анас Великий, Ефрем Сидин, Антоний Макарин, Антоний Феодосий, Корниль и Юр, Сергий Радонский, Степан, Пермский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Антонштадтский, 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 Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий Алтайский, Филарец, все перевозчики Священного Писания. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые отцы. Всей любви, Григорий Богослов. Сохранит нас Господь в святой православной вере, Азамы, Средневеков, Господи, разруши, разбей, и мечток превратили. Молите Бога на святые жены и девы, Фёкла, первомученица, Патина, Самаринина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь, София, Наталья, Древн, Варвара, Екатерина Перепетовая, Татьяна Ирина, Ольга Елена Нина, Мария Магдарина, Мария Египетская, Пескила Акила, Андрой Екатерина, Юрия. Дарит Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам и сохрани их от всяческого поругания. Благослови наши дела, Господи, чтобы мы воистину вышли к Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными или добрых дел, соделанных Духи Святом с любовью. Посети болящих, дай силу перенести страдания Илариона, Кирилла, Алексея, Игоря, Надежда, Алектина, Людмила, Валентина, Валентина, Татьяна, Нилу, Нилу, Александру, Марию. Благодарю Тебе, Господи, за друзей, за врагов, за здоровье, за болезни. Ибо по Твоему благоволению все это может оказаться на пользу. Слава Тебе. Милости Твоей, Господи, полна земля. Мужчина, сведеть красоту этого мира и прославлять Тебя за все. Будь милостив к нам. Не пройди мимо нас и всей день. И наше сокровище в интернете, и книги, и здесь, и в пути, и сохрани, и трудящихся благослови. Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктор, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Вячеслава и Содружественного. Хвала Тебя, наш Господь. Пошли добрых проповедников, христианам, языщикам, иудеям, мусульманам и буддистам. И нам, да, еще священникам, Господи, Божий нашим. Услыши наши молитвы. Исправь непоколивость Галины и Семейства Евгения Надежды, Святой Конец, Иоанна, Людмилы. Людмила, Надежда. И прими нашу молитву, Господи, воздеяние рук, как жертву вечернего благоухания, приятного перед престолом благодати Твоей. Господи, соедини молитву нашу с молитвой всех святых, молящихся о Тебе на небе и на земле. Услыши, Божий, исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех западающих нам молиться, о них. Ибо Ты благо человека любишь. Прости их и помилуй. И Бе слава за все. Отечественный Святой Дух. Аминь. Говори, Владыка, слушать и дослышать раб Твой. Аминь. Доброе утро всем. Доброе утро. Аминь. Доброе утро. Аминь. Доброе утро. Так, я тут буду отдыхать. Если еще надо, подключим. Что-то услышу, что-то отмышу. Доброе утро. Доброе утро. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Продолжение следует... Книга «Открытым оком». Тема «Коммунизм». Том 27. Вопрос 3888. Дали свободу людям. И что? Нравственность намного стала лучше, чем при коммунистах. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Вы вопрос задали к чему? Что нужно ввести за границы к нам коммунистов или своими обойдутся? Сейчас многое делается произвольно, а тогда при большевиках это вершила сама власть. При всей громадности сегодняшних жертв тогда было в сотни раз больше. Государственная мясорубка перемалывала в своих шестеренках не худшее. До 10 миллионов ныне в стране наркоманы. 6,5 миллионов абортов. Каждый год. И это тоже неполные данные. Около 3 миллионов человек совершают преступления. Умножать нужно в разы, ибо сколько неизвестных. Одному Богу известно. В год происходит более 80 тысяч убийств в стране в мирное время. 5 миллионов беспризорных детей. 80% заключенных браков заканчиваются разводами. Более 40% детей в возрасте 13-15 лет уже ведут половую жизнь. И как тут противостоять мусульманству? Они с этими вопросами... Ну и как тут противостоять мусульманству? Они с этими вопросами расправятся в течение одного дня. 1 Иоанна 3.4 Всякий, делающий грех, делает и беззаконие. И грех есть беззаконие. Исход 23.3 И бедному, не потворствуя в тяжбе его. Сирахова 24-26. Страх его, только глаза человеческие. Недавно ночью, ассирийской стражей, к шатру вождя была приведена Из витилуи беглая жена. Еврейский город перед силой вражьей, Несмелый бой, на смелый бой и тысячу смертей, Готовится в отчаянии упорном, Как старый лев залег в ущелье горном И выжидал непрошенных гостей. Но обманулся он, Враги не подходили, А голодом его и жаждаю томили. И вот уж тридцать и четыре дня Народ выносит ужасы осады, И нет ему спасения и пощады, Вообще возвал он к Господу стеня. Вообще в нем вера правоцев воскресла. Вообще принес он на алтарь свой дар, И пеплом пересыпал свой кидар, И вретищем перепоясал чресла, И умертвил постом и покаяньем плоть, Во гневе отвратил лицо свое Господь. От дофаима вплоть до эквивила, От ветилуи и нагорных мест, По всей долине хусской и окрест, А суров рать лицо земли покрыла, И конники, и пешие бойцы, И в ополчении бранном колесницы, И на слонах подвижные стрельницы, И челядь, и плесуньи, и ловцы, И евнухи, и вся языческая скверна, Все станом стало вкруг намета Аллаферна. Он вождь вождей, Ему самим царем, Властителем стовратной неневии, Повелено согнуть народом вы Под тягостный, но общий всем ерем. Повелено почиться в страхе многом И истребить нещадно всякий род, Что в слепоте своей не признает Царя земли единым сильным Богом. И начереть мы тем стал Аллаферн тогда, И царства рушились, и гибли города, И перед ним в опрах головы склоняли Недалные кичливые враги, И всепобедный след его ноги С подвострастным трепетом лобзали. И далее, успехом возгоржен, Он шел, без боя страны покоряя, Вдруг перед ним утесов цепь сплошная, И нет пути. Остановился он. Ничтожный городок залег в ущелье горном И преграждает путь в отчаянии упорном. Сатрав почил на пурпу и адра, Под сенью завесы златотканной, В каменье многоценной убранной, Когда со стражей у его шатра Явилася еврейка, Разгласилась по всем шатрам Пришествия жены, И собрались ассуровы сыны, И все их ополчение столпилось Вокруг пришелицы, И удивлялись все евреям И ее неслыханной красе. И посредине вольников безгласных Вошла юдив в предсцение шатра, В сатрав восстал от пышного адра, И в сонмище вельмож подбострастных В предшествии серебряных лампад Предстал перед еврейской женою, Смутил слося юдив перед толпою, И трепетом был дух ее объят, И пала в прах она исполненная страха, И подняли ее невольники от праха. И Аллаферн Юдифи, Не страшись, Не сделано обиды Аллафернам, Тому, кто был царю слугой верным, И твой народ передо мной смирись, И не протився в гордости, С победой в его горах Не появился б я, И на него не поднял бы копья. Не бойся же и правду нам поведай, Зачем ты от своих предалася? Зачем ты от своих передалася нам? И молвила Юдифь в ответ его речам, Владыка мой, Прими слова рабыни, И лжи тебе она не возвестит, А на тебе, Владыка, предстоит, Пророчица и Господней благостыни, Всем ведомо, Что в царстве ты один, И в разуме, и в деле бранном, Чуден, и благ душой, И мудро правосуден, Послушай же, Владыка, Господин, Мой род несокрушим, Крепки его основы, Пока угоден он перед окол иеговы. Но на пути нечестия и зла Израиль стал, И погибает ныне, И повелел Господь твоей рабыни Творить с тобой великие дела. Я поведу тебя к победам новым, И вся земля пойдет к твоим стопам. И Аллаферн сказал своим слугам, Еврейка нам угодно вещим словом, И все сказали, Нет жены подобной ей Ни в красоте лица, Ни в разуме речей. И Аллаферн спасла себе ты душу От племени строптивого придя В победный стан Ассурского вождя. Я говорю и слово не нарушу, Пока я жив и власть моя жива. Ты в этот день прославилась пред нами И красотой, и мудрыми речами, И если Бог внушил тебе слова, Войдешь в чертог царя ты В ликованье многом, И будет твой Господь Моим единым Богом. Три дня юдив Меж вражеских шатров Свела гнездо голубкой непорочной, И третью ночь Уходит в час урочный Молиться в сень Пустынную дубров. Но занялась четвертая единица, Сатрап рабам Вечерний пир дает, К еврейке Евнух Крадится в намет. Не поленись, Моя отраковица, Прославиться красой Перед вождем вождей, И быть с ним, Как одна Из-за наших дочерей. И говорит ему еврейка, Кто я, Чтоб отказать Владыке моему, Иди И возвести Слова мои ему. И вышел От нее Ликующий Вагоя, Вечерний пир Кипит уже в шатре, Торопят вина Общее Веселье В запястьях В перловом ожерелье На постланном Рабынью ковре, Вошедши, Возлегла Юдив Перед гостями, Сверкая Ехантом Подвесок И очами. И пил Сатрап, Так много Пил Сатрап, Как не пивал Ни разу От рождения, И в нем В ту ночь Дошла до Иступления К Юдифе Страсть, И духом Он Ослаб. Позднело, Гости Вышли Всей Толпою, Вогоя Сам Замкнул Шатер Отвне, И прибыли Тогда Наедине Асурский Вождь С еврейской Женою, Он На пурпурный Одр, Поверженный Вином, Она Пылавшая И гневом, И стыдом. Спит Алоферн Полуденную Кровью Горят И волонитые Уста, И все В нем Мощь, Желание, Красота, И подошла Еврейка К изголовью. Меч Алоферна Со стола Сняла, Одним Коленом Оперлась На ложе И прошептав Спаси Народ Твой Боже В горсть Волосы Сотрава Собрала И два Раза Потом Всей Силою Своей Ударила Мечом Во вражескую Шею И голову От тела Отняла И оторвав Завесу Золотую Ей Облекла Добычу Воковую Шатер Стопой Неслышную Прошла Прокрался Прокрался К внимательной Рабыне И миновала Усыпленный Стан Бежит Ассур Испугом Абуян С зари Бежит Рассыпавшись В пустыне Затем Что Свесили С зарею Со стены Голову Его вождя Израиля Сыны От дофиама Вплоть до Эквирила Экривила От Дофаима Вплоть до Эквирила От Ветилуи И на горных Мест По всей Долине Хусской И окрест Бежит Ассура Дрогнувшая Сила И вражий Стан Расхищен И сожжен Возмещены Старицу Евреи И к Господу Возвали Иереи И посреди Хвалебных Ликов Жен Воскликнула И дивь В опустошенном Стане Хвалите Господа В Кимвале И Тимпане Пришел Ассур От Севера И тьмы Его стрельцов Лицо Земли Покрыли И водные Истоки Заградили И Конница Покрыла Все Холмы Хвалился Он Пожечь Мою Обитель И юношей Мечами Увертвить И Помостом Владенцев Положить И дев Пленить Но Бог И Вседержитель Непреворимый Бог И мира И Войны Во Прах И Дев Пленить Но Бог И Вседержитель Непреворимый Бог И Мира И Войны Во Прах Низверг Врага Десницею Жены Несилою Земного Исполина Враг Сокрушен И гибнет До конца Его Красой Победною Лица Сразила Дочь Молодая Мирарина За тем Что Ризы Вдовьи Сняла И Умастилась Благовонным Маслом И Увенчала Волосы Увяслом И Взор Вождя Соблазном Привлекла Моя Сандария Ему Прельстила Око И Вую Вражию Прошел Мой Меч Голубоко Велик Наш Бог Воспойте Песнь Ему Погибнул Враг От Божья Ополчения И Мало Жертв И Мало Всесожжения Достойного Владыки Моему Он Судья И Племенам И Родам И Движутся Словам Его Внемля И Небеса И Воды И Земля Велик Наш Бог И Горе Тем Народам Которые От Нас Кичася Восстают Которые На Нас Кичася Восстают За Не Их Призовет Господь На Страшный Суд 1855 Год Л. А. М. Судья Восстание 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 Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», тема «Коммунизм». Тон 29, вопрос 4004. «Заграничные до последнего времени считали избранных в Советском Союзе патриархов незаконными. Почему?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Есть канонические правила, регламентирующие избрание, а они были нарушены грубо и полно». Цитата. Собор епископов Русской Православной Церкви за границей 1 по старому стилю 14 сентября 1971 года имели суждение о состоявшемся в Москве с 30 мая по 2 июня сего года собрании, именующем себя Всероссийским Церковным Собором для избрания Патриарха Московского и всея Руси. Это собрание объявило митрополита Пимена избранным на означенный престол. Обсудив все обстоятельства этого собрания, Собор епископов, представляющих свободную часть Русской Православной Церкви, пришел к следующему заключению. Для избрания главы поместной церкви необходимо, чтобы это избрание было совершено по законам данной церкви и было бы свободным, являясь подлинным выражением ее голоса. 2. В 1917 году Всероссийский Собор принял определение о восстановлении в России патриаршества и избрал на патриарший престол Святейшего Патриарха Тихона. В состав этого собора входили все канонические поставленные епископы Российской Церкви, избранные от епархии представители Клира и Мирян, и приглашенные Синодом на основании составленного им положения представители монашествующего духовенства и православных духовных академий. Все представители от епархии были свободно избраны на трехстепенных выборах – приходских, благочиннических и епархиальных собраниях. Самые выборы патриарха совершались по чин, который обеспечивал свободу в указании кандидатов для избрания. Последние намечались тайным голосованием, причем первоначально было указано много кандидатов. Из их числа последовательным отбором, получивших наибольшее число голосов, было указано три кандидата, из коих один был окончательно избран по жеребию. Такая система выборов, обеспечивающая полную свободу и утвержденная Всероссийским Церковным Собором, никогда не была отменена свободным и равнозначащим ему собором. Поэтому выборы патриархов, совершенные в ином порядке, не будучи свободными, не выражают голоса Русской Православной Церкви и не являются законными. К таковым незаконным выборам относятся не только выборы нынешнего именующего себя патриархом Пимена, но и выборы двух его предшественников, Сергия Острогородского и Алексея Симанского. Сторонники их не могут в оправдании этих выборов говорить о внешних условиях гонения на веру, как препятствующих осуществлению законного порядка выборов, потому что, вопреки очевидности, они постоянно твердят о якобы полной свободе религии в Советском Союзе. Подобные заявления делал и ныне избранный патриарх Пимен. При всех трех выборах патриархов никто не решился и не имел возможности назвать какого-либо кандидата, кроме заранее указанного представителями гражданской власти. Третье. Нарушение законного преемства высшей церковной власти в Российской Церкви началось с 1927 года, когда тогдашний заместитель местоблюстителя патриаршего престола, митрополит Нижегородский Сергий нарушил указания митрополита Крутицкого, которого он замещал, и подписал соглашение с атеистической гражданской властью, на каковое не соглашались ни митрополит Петр, ни другие старейшие иерархи. Советская власть стала заключать в тюрьму всех несогласных с митрополитом Сергием и иерархов, расчищая ему таким образом путь к возглавлению русской церкви. Он, со своей стороны, не считаясь со старейшими иерархами, составил сенок по своему личному назначению, и при жизни митрополита Крутицкого Петра, которому по положению принадлежало правление московской иерархией, незаконно присвоил себе титул блаженнейшего митрополита московского правоношения двух по ноги. В 1943 году, по указанию безбожника и злейшего гонителя церкви Сталина, он во исполнение политических планов последнего наскоро в четыре дня собрал соборы освобожденных, для этого Сталиным из тюрьм, по особому подбору епископов, в коем, считая самого митрополита Сергия, было только 19 епископов, которые и избрали его патриархом. В 1945 году, после кончины патриарха Сергия, митрополит ленинградский Алексий собрал собор, на который были приглашены и представители автокефальных церквей. Собор, кроме незадолго до того рукоположенных епископов, составлял из представителей клира и мирян, подобранных без выборов, предусмотренных о выборах патриарха и покорно выполняя указания атеистической гражданской власти. Единогласно выбрал патриарха митрополита Алексия Ленинградского. По смерти последнего, таким же незаконным порядком был составлен в нынешнем году так называемый Всероссийский собор для избрания патриарха митрополита Пимена. Не столько известного благочестия по богословским показаниям, поскольку он не получил никакого богословского образования, сколько своим усердием в исполнении указаний... Так, простите. Богословскими познаниями... Не столько известного благочестием и богословскими познаниями, сколько... поскольку он не получил никакого богословского образования, сколько своим усердием в исполнении указаний атеистической власти, направленных к разрушению церкви и проведению политических планов советского правительства. Все выборы патриархов в Москве, начиная с 1943 года, являются недействительными на основании 30-го правила святых апостолов и 3-го правила 7-го Северенского собора, согласно которому аще, который епископ, мирских начальников употребит, через них получит епископскую в церкви власть, да будет извержен и отлучен, и все сообщающиеся с ним. Значения, которые придавали такому преступлению отцы Вселенского собора, яствуют из самого факта необычного для церковных правил двойного наказания за нарушение его, то есть не только извержением из сана, но и отлучением. Знаменитый толкователь канонов, епископ Далматинский Никодим, дает следующее пояснение к 30-му правилу святых апостолов. Если церковь осуждала незаконное влияние светской власти при поставлении епископов в то время, когда государи были христианами, то тем более, следовательно, она должна была осуждать это, когда последние были язычниками, и тем более, тяжкие наказания она должна была налагать на виновных, которые не стыдились обращаться за помощью к языческим государям и подчиненным им властям, чтобы только получить епископство. Настоящее 30-е правило и имеет в виду подобные случаи. Если в опровержении этого положения приводят примеры некоторых константинопольских патриархов, возводимых на престол по произволу турецких султанов, то на этом можно сказать, что никакая аномалия не может быть признаваема нормой, и одно нарушение канонов не может оправдать другое. Принимая во внимание все вышеизложенные основания, архиерейский собор Русской Православной Церкви за границей, как представляющий свободную часть Русской Церкви, определяет избрание Пимена из веково патриархом московским и всей Руси на именующем себя Всерапсийским Церковным Собором в Москве 2 июня сего года в силу 30-го правила святых апостолов и 3-го правила 7-го Вселенского Собора и других приведенных в настоящем определении оснований признает незаконными и недействительными и все его акты и распоряжения не именующими никакой силы. Псалом 36-38 А беззаконники все истребятся, будущность нечестивых погибнет. Притчи 11-6 Правда прямодушных спасет их, а беззаконники будут уловлены беззаконием своим. Исайя 3-11 А беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его. Исайя 55-7 Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои. И да обратится к Господу, и он помилует его и к Богу нашему, ибо он милостив. Ибо он много милостив. Простите. Если бы все лишнее убрать, все зубцы, надстройки, украшения, наш расход уменьшится сто крат, без добавок меньше будет скверны. Как к апостольской вернуться красоте, без накруток и нагрузок разных, без монашеских затворов и затей, чтоб добавок тех чурались, как заразы. Нет продыху от преданий старцев, старчества в почете у болящих. Только через них дорожку ищут к царству, утешенье, мол, у них одних обрящут. Сколько же у старцев разных лиц, жмутся к ним и ручки им целуют, падают с благоговеньем ниц, не помыслит, не лезут ни к козлу ли. Проще некуда развить воображение, ни к апостолам народ с утра толпится. С каждым ли евангельский прожектор и колодцы с родниковой чистой, и колодцы с родниковой чистой, лишнего лишиться безоглядно, зная точно, в чем и где излишки, выдрав изо рта епископские кляпы. Пусть от нас все проповедь услышат. С лишним жиром диабет лютует, и со сном излишним столько вони. Где беда? Лети быстрее пули, болью ближнего прожаренный застонешь. Лишнего при гневе не промолвить, при незнании смолчать до прояснения, сказанное точно Библией просолим, только Бог все в полноте объемлет. Лишнее все время, все вовремя раздать, подводя итог под неизлишним. То и вдовице леп там двум подстать, и свои гроши смеясь припишем. 11 сентября 2008 год. Игнатий Лапкин. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком. Тема коммунизм». Том 29. Вопрос 4005. В книгах «Открытым оком». Том 1. Вопрос 786. Том 12. Вопрос 2650. Том 18. Вопрос 3194. Говорится о исключительно советском архиереи Николае Ярушевиче. Никогда не встречал его биографию. Кто он... Простите, запись не включилась. Оля, если вот зелененькая рамка, то наблюдай тоже. Говорит, что должна быть красненькая. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком. Тема коммунизм». Том 29. Вопрос 4005. В книгах «Открытым оком». Том 1. Вопрос 786. Том 12. Вопрос 2650. Том 18. Вопрос 3194. Говорится о исключительно советском архиереи Николае Ярушевиче. Никогда не встречал его биографию. Кто он? И как дошел до такой жизни? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. У меня есть собрание его проповедей, когда он кричит «Бей немецких гадов!» и прочее. Это действует гипнотически, как свастика Гитлера. По канонам церковным он должен быть предан анафеме. Но вот впал в немилость к тем, кому служил и мог покаяться. Это был сергианец до последней пуговицы. Цитата Высокопреосвященный митрополит Крутицкий и Коломенский Николай в миру Борис Дорофеевич Ярушевич родился 13 января 1892 года в губернанском городе Ковно, ныне Каунас, в белорусской семье потомственного священника, который по окончании Санкт-Петербургской духовной академии в 1887 году был назначен настоятелем Александра Невского собора в Ковно. Отец Дорофей энергичный и любознательный человек отличался редкой доброжелательностью, широтой и прогрессивностью взглядов и многосторонней образованностью. Библиотека Санкт-Петербургской считалась едва ли не самым большим частным книжным собранием в Ковно. Семья Ярушевича была одной из самых образованных и уважаемых в городе. В доме всегда царило доброе настроение, атмосфера любви и взаимной поддержки, доверие, искренность. Мать владыки Николая и Екатерина Николаевна, уроженка Тверской губернии, происходила из духовной семьи. В народе ее называли благочестивой. Она щедро помогала убогим, странникам, больным, и сына она учила, добро, Боря, надо делать так, чтобы всем было легко, а то и добрым поступком можно ранить человека. Добро надо делать так, как дышишь. В 1908 году отца Дорофея перевели служить в Санкт-Петербург. Вместе с родителями сюда переехал и юный Борис Ярушевич. Здесь весной 1909 года он закончил гимназию с золотой медалью, и хотя душа его стремилась к духовному образованию и служению церкви в священном сане, родители настояли на получении сначала светского образования, тем более, что с детства он проявил любовь к поэзии, музыке и математике. Поступив на физико-математический факультет Петербургского университета, уже на следующий год в течение летних каникул он прошел весь курс духовной семинарии и блестяще первым сдал экзамены в Петербургскую духовную академию. Одновременно для усовершенствования знаний церковного и гражданского права он поступил на юридический факультет университета. Во время летних каникул студент академии Борис Ярушевич ежегодно совершал паломническое путешествие в Алаамский монастырь, где нес различные послушания и был келенником у старцев схимников в предтеченском скиту, известном особенно строгим уставом. Знакомясь с монашеской жизнью, практически изучая отречение от своей воли и подчиняя себя монашеской дисциплине он учился духовной мудрости и из подваль готовил себя к будущему монашескому служению. Окончив третий курс, Борис отправился в Оптину пустын. Степетом вынимал юноша по учениям и наставлениям оптинских царцев. Анатолия Нектария Варсонофия «Разве можно принимать исповедь человека, голос его совести, его сомнения, боль, жалобу, обиду со спокойной душой?» У нас иногда слишком поспешно опускают и Петрахиль на голову исповедника. «Бог сподобит вас стать священнослужителем. Помните, что самое страшное для нас и непростительное равнодушие. Не привыкайте к алтарю». В эти же годы Борис встретился еще с одним человеком, оказавшим на него большое влияние. Епископом Анастасием Александровым 1918 назначенным 30 мая 1913 года ректором Академии Борис стал одним из любимых его учеников. Аскетическая жизнь владыки Анастасии, его многогранный ум, широта взгляда, большой опыт влекли к себе жаждавшего познания юношу. Всеми уважаемый архипастырь, известный ученый, в прошлом профессор и декан историко-филологического факультета Казанского университета, доктор сравнительного языковедения и церковной истории владыка Анастасии и молодой Борис Ерушевич духовно сблизились. Их частые вечерние беседы носили характер общения двух ищущих душ. Бог есть любовь. Как дивно это сказано, но из любви соткано и человеческое сердце. Оно лишь может быть ущербно, уязвлено, ожесточено. И наше дело снять нагар, отмыть сердце, добраться до живой его ткани. Церковь сильна связью с жизнью, с народом. Христианство потому и охватило весь мир, что заветы Христа ответили самым сокровенным чаянием людей. И мы, священнослужители, вслед за первоучителем не избранники старой иудеи, не жрецы языческие, не каста. Наш долг служить народу, облегчать его страдания. Слова наставника подтверждали юношеские размышления Бориса. Часто по утрам, еще до рассвета, епископ Анастасий будил своих учеников и отправлялся с ними на Невскую заставу, на Охту, на Черную речку, на глухие городские окраины, где ютились обитатели дна, проповедовать Слово Божие. Не всегда приветливо встречали их, приходилось слышать и брань, и насмешливые слова, а иногда и угрозы. Все это они переносили, понимая, что злоба здесь от несчастья и горя. Но чаще доброе слово имело действие, и люди, если не обретали спасительную веру, то находили утешение и душевный мир. Позже студенты стали ходить в трущобы одни, без владыки Анастасия. Теснее становилось общение Бориса с епископом Анастасием. Глубже и доверительны их беседы, в которых молодой человек все чаще говорил о монашестве. Две дороги открываются перед принявшими постриг, сказал наставник. Одна дорога затворничества, аскетизма, личного совершенствования и спасения, но это духовная забота о самом себе. А есть другая дорога. Сделал личного спасения сочетать высокую задачу служения обществу, народу. Труден монашеский обет, но и много сил дает он. Часто думал над этим молодой студент и решил избрать путь более трудный. Борис продолжал добросовестно посещать лекции, без отстрочек сдавать курсовые экзамены. Одаренный блестящими способностями, он заметно выделялся среди товарищей. Однокурсники любили его. За четыре года учебы в академии никто не слышал от него дерзкого слова. В его присутствии не позволяли себе ни скромного поступка стеснялись оскорбить своего сокурсника снисходительного впрочем к их немощам. Окончив 1914 году первым по списку академию по отделениям историческому и западных исповеданий он получил степень кандидата богословия. 23 октября того же года ректор академии епископ Анастасии в академическом храме постриг 22-летнюю сестру Бориса Ярушевича в монашество с именем Николай. В честь и память святителя и чудотворца Николая архиепископа Мирликийских. На второй день в храме Иоанновского женского монастыря на Карповке владыка Анастасии рукоположил инока Николая в сам иеродиакона у гробницы всероссийского молитвенника отца Иоанна Кронштадтского. Воплотившего в себе идеал православного пастыря молодой иеродиакон получил благословение на новый жизненный путь. В воскресенье 25 октября в академическом храме иеродиакон Николай был хиротонисом иеромонаха. В самом начале Первой мировой войны иеромонаха Николая направляют в санитарный пояс в качестве духовника проповедника. А 20 ноября отец Николай командируется в действующую армию для исполнения пастырских обязанностей в леп гвардии в финляндском полку. 22-летний иеромонах Николай прибыл на фронт туда, где кровь, где муки, где боль и смерть, где душа человеческая, покидая земные пределы, томится о последнем напутствии пастыря. В наспех вырытой землянке в лесном шалаше в сарае оставленного хутора звучит вдохновенная речь молодого проповедника. Все шире в солдатском мире разносится весть о необыкновенном батюшке, который не поучает, а наставляет, не указывает, а как-то особенно согревает душу человеческую теплом участие понимание любви и ласки. Недолго длилась служба отца Николая на фронте. Под секущим колючим дождем и декабрьским ветром отец Николая заболевает тяжелой формой ревматизма с осложнением на сердце. Следы этой болезни остались на всю жизнь. В связи с тяжелым заболеванием иеромонаха Николая отзывают с фронта и он возвращается к научно-педагогической работе в академии. 19 августа 1915 года иеромонах Николай назначается преподавателем литургики, гомилетики, церковной археологии, практического руководства для пастырей немецкого языка в Петербургской духовной семинарии. Наряду с педагогической деятельностью молодой инок одновременно напряженно трудился над магистрской диссертацией, защита которой состоялась 16 декабря 1917 года капитальный труд церковный суд в России до издания соборного уложения Алексия Михайловича 1649 было высоко оценен советом Петроградской духовной академии и удостоен Макарьевской премии. 22 апреля 1918 года к дню Святой Пасхи Иеромонах Николай награжден золотым наперстным крестом. Еще до защиты магистрской диссертации Иеромонах Николай был известен своими публикациями подписанными Б. Ярушевич о проповеднической импровизации к вопросу о живом слове и нормативных методах проповедничества Гомолитический этюд Чернигов 1913 год Роль Мириан в управлении церковным в кавычках Роль Мириан в управлении церковным имуществом с точки зрения канонов в древней вселенской церкви Чернигов 1914 год В декабре 1916 года отца Николая назначили священником церкви свидетеля и чудотворца Николая при Николаевской детской больнице После обхода врача отец Николай совершал свой обход маленьких пациентов золотым ключиком любви открывая детские сердца с радостью встречали они того кто нес им столько ласки и нежности 20 декабря 1918 года иеромонаха Николая назначают настоятелем Петропавловского собора бывшего придворного где не было прихода и надо было заново налаживать приходскую жизнь новый настоятель принялся обходить квартиры православных Петергофа заполняя опросные опросные карточки для составления приходской книги принимали его радушно чувствуя в нем отмеченного десницей всевышнего доброго пастыря заполнение опросных карточек позволило отцу Николаю лично познакомиться со своими прихожанами и побеседовать с теми кто позже составил его пасту с назначением отца Николая приходская жизнь нового Петергофа быстро оживает его частые торжественные богослужения неопустительное вдохновенное слово помощь прихожанам посещение их домов для утешения и ободрения щедрая тайная благотворительность ласковость приветливость доброта скромность молитвенность сближает его с православным населением Петергофа погромче и сердца верующих загораются преданностью к нему и горячей любовью энергичная деятельность иромонаха Николая по устроению церковной жизни нового Петергофа была отмечена ипорхиальной властью митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин Казанский почил 1918 году причисленный к лику святых на архиерейском соборе русской православной церкви состоявшемся 31 марта по новому стилю а по старому вернее наоборот по новому 5 апреля 1992 года в московском свято-даниловском монастыре призывает отца Николая к новому ответственному служению 14 декабря 1919 года он был назначен наместником свято-троицкой Александра Невской лавры с возведением в сан архимандрита и в Петергофе и в лавре отец Николай организовывает для детей кружки по изучению закона Божия по приглашению различных петроградских организаций архимандрит Николай выступает с лекциями и докладами и приобретает славу просвещенного и вдохновенного оратора далее все заглавные под руководством молодого наместника Александра Невская лавра стала центром церковно-просвидительской работы издавались листки так называемые проводились вне богослужебные беседы по воскресеньям сотни людей собирались на религиозно-философские богословские и церковно-общественные чтения богословско-пастерское училище в лавре заменило закрывшуюся петроградскую духовную семинарию семинарию с первых дней его образования в октябре 1918 года отец Николай вошел в корпорацию преподавателей училища и в течение трех лет читал лекции по литургике гомелетике церковному проповедничеству до 22 июня 1920 года архимандрит Николай преподавал пастерское богословие в Петроградском богословском институте 27 марта 1922 года резолюция святейшего святейшего патриарха Тихона ныне причисленного к лику святых и архимандрит Николай назначается епископом на вновь открытую Петергофскую кафедру 7 апреля по старому стилю по новому 25 марта 1922 года в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в Свято-Троицком соборе Александра Невской Лавры состоялась хиротония 30-летнего архимандрита Николая во епископа Петергофского с оставлением его наместником Лавры хиротонию совершали митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин и векарные епископы Ямбурский Алексий впоследствии Святейший Патриарх Лужский Артемий и Кронштадт и Венедикт все богослужения которые совершал младыка Николай обязательно сопровождались его проповедями Живое слово Владыки захватывало всех и покоряло своей убедительностью и силой проникновения в тайники человеческой души Владыка Николай беседовал со своими слушателями как отец горячо любящий своих детей как добрый пастырь которому дорого спасения спасомых Владыка Николай обладал и замечательными ораторскими данными прекрасной дикцией и красивым тембром голоса где бы слушатель не стоял даже в самом удаленном уголке огромного храма везде был слышен необыкновенный в душу проникающий голос Владыки и слушать его было величайшим духовным наслаждением новый златоуст называли его в Петрогравской с 1924 года Ленинградской епархии Владыка Николай совершал епископское служение более полутора десятка лет в трудное время церковных расколов и нестроений группа белого духовенства образовала самочинное церковное управление положив начало обновленческому расколу церкви жертвой интриг обновленческих лидеров стал митрополит Вениамин Казанский управление Петроградской епархии выпало на долю епископов Ямбургского Алексия и Петергофского Николая и хотя раскол заставил Владыку Николая только что рукоположенным епископом он проявил себя ревнителем чистоты православия во время церковной смуты он получил согласие властей на создание так называемой Петергофской автокефалии которая с одной стороны являла о своей непричастности к контрреволюционным группировкам в том числе Карловатскому собору а с другой не признала обновленческий орган высшего церковного управления автокефалию возглавили епископы Алексий и Николай их поддержало Петроградское духовенство среди которого появились мужественные ревнители православия протеерей Василий Сокольский Михаил Типхомиров Александр Беляев Михаил Прудников и другие обновленцы теряли храм за храмом Владыка Николай ездил по храмам совершая богослужения произносил пламенные проповеди Никола Богоевленский Спасо-Преображенский соборы Благовещенская церковь на Васильевском острове церковь Спасо-Наводах стали очагами православия в Петрограде Число их увеличивалось из заведения живоцерковного петроградского епархиального управления храмы возвращались в юрисдикцию православной церкви Петроградская автокефалия просуществовала всего год после ареста епископа Алексия владыка Николай еще несколько месяцев находился на свободе управляя единолично епархией в феврале 1923 года владыка Николай в 24 часа был выслан в Зарянский край город Усть-Колонн где провел три года в очень тяжелых условиях терпя голод холод унижения в это время обострился тяжелый фронтовой ревматизм плохо было с глазами речь под северным здесь под северным небом Божья Матерь вдохновила владыку написать ей Акафист который и совершал позднее перед ее святой иконой именуемой Млекопитательниц Он вернулся в Ленинград через три года Великим постом вышел к встречавшим его на московском вокзале с приветливой улыбкой немного смуглой от северного ветра Первую службу по возвращении владыка совершил в храме воскресения на крови что на канале Грибоедова при большом стечении молящихся когда владыка входил в храм все опускались на колени В 1935 году епископ Николаев возводится в сам архиепископа Петерговского с 1936 по 1940 годы одновременно управляет Новгородской и Псковской епархиями Среди напряженной церковной работы владыка Николай находит время для углубления своего образования его по-прежнему интересует медицина все новые и новые книги по медицине появляются на его письменном столе создается в дополнение к общей уникальной медицинской библиотеке к сожалению все книги как и рукопись докторской диссертации о бессмертии души погибли во время ленинградской блокады патриарший местоблюститель митрополит Сергий Строгородский почил в 1944 году неоднократно хотел перевести Петерговского архиерея на более высокую кафедру но в Москву сразу же отправлялись делегации от верующих и паства сохраняла любимого архипастыря в марте 1939 1935 года из города на Неве начались выселения чуждого элемента в 24 часа в самые отдаленные районы выслан был последний наместник лавры епископ Амбросий Либин почил в 1941 году протеерей Николай Чуков будущий митрополит ленинградский и ладожский Григорий почил в 1955 году большая часть ленинградского духовенства с семьями своими в 1938 и 1939 годах из 96 церквей не считая домовых в городе осталось 5 архиепископ Николай лишился ваке викариатства так как все церкви в Петергофе и районе были закрыты он служил в Никольском соборе приписным священником служил иерейским чином без диакона исповедовал совершал требы очень редко возлагая на себя архиерейское облачение проповеди были запрещены и златоуст вынужден был замолчать проживать в городе владыки запретили он переехал в поселок Татьянино под Гатчиной в 1939 году в состав Советского Союза вошли западные области Украины и Белоруссии Владыка Николай был назначен архиепископом Волынским и Лунским патриаршем экзархом в марте 1940 года в субботу Великого Поста в Никола Богоявленском соборе Владыка служил в сеношной обдении По окончании службы он вышел из алтаря и не поднимая глаз обратился к молящимся Он сказал что направляется в командировку после которой цитата Если Бог благоволит будем опять вместе молиться У приветствующих было тревожное чувство что прощание с Владыкой навсегда В среду храм не вмещал всех прихожан но еще в понедельник Владыка Николай был вызван в Москву Не слышу У присутствующих было тревожное чувство У присутствующих было тревожное чувство но прощание с Владыкой что прощание с Владыкой навсегда В среду храм не вмещал всех прихожан но еще в понедельник Владыка Николай был вызван в Москву и оттуда во исполнение послушания данного митрополита Сергия срочно выехал в Белоруссию В короткий стал Владыку Владыку в Луцке недалеко от границы после захвата города фашистами он продолжал духовно окормлять свою паству в прифронтовой полосе с риском для жизни совершал богослужение после сдачи немцам Луцка он переселился в Киев но к осени 1941 года Киев также оказался в осаде в осажденном городе митрополит страдал вместе с беженцами и наконец сам присоединился к ним не успев взять с собой ничего кроме посоха по пути сапоги его развалились полубосой голодный кое-как добрался до столицы переживания оставили свой след 49 лет волосы стали как снег с февраля 1942 года до сентября 1943 года он по поручению блаженнейшего митрополита Сергия находившегося в эвакуации в Ульяновске управляет московской епархией и является управляющим делами московской патриархии указом президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1942 года митрополит Николай назначен членом чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков с риском для жизни он лично посетил много пострадавших районов превращенных врагом в зону пустыни активное участие принял митрополит Николай в подготовке собора епископов русской православной церкви в сентябре 1943 года где был избран патриархом московским и всея Руси митрополит Сергий и образован священный сенот постоянным членом которого стал митрополит Николай в марте 1944 года владыка Николай выезжает на фронт для передачи Красной Армии танковой колонны имени Дмитрия Донского дара русской православной церкви сентября 1943 года начал издаваться журнал московской патриархии митрополит Николай был сначала членом редколлегии а затем до 1960 года и председателем издательского отдела в этом журнале печатались его многочисленные статьи проповеди речи к 1957 году было издано 4 тома следов и речей митрополита Николая переведенные на многие языки в мае 1945 года в составе паломнической группы во главе с патриархом Алексием митрополит Николай посетил Святую Землю 4 апреля 1946 года был создан отдел внешних церковных сношений московского патриархата председателем которого стал митрополит Николай неоднократно предпринимал он поездки за рубеж и многое сделал для воссоединения русских православных людей с матерью церковью эта миссия была сопряжена с большими трудностями но сила христианской любви спокойная уверенность которая исходила от лудыки истовость и торжественность его богослужений исключительное личное обаяние благородная простота в обращении и особенно захватывающая сила глубина и убедительность его проповедей все это вызывало глубокое уважение доверие и любовь к нему и страдавшихся на чужбине русских людей будучи председателем отдела внешних церковных сношений московского патриархата митрополит Николаев полагал большие усилия на устроение жизни зарубежных учреждений русской православной церкви экзархатов епархий русской духовной миссии в Иерусалиме благочиней подворий усилиями владыки Николая были воссоединены с матерью церковью из раскола многие учреждения русской православной церкви зарубежом на владыку выпала нелегкая задача восстановления нормальных отношений с братскими поместными православными церквами затрудненных в 20-е и 30-е годы и в период Второй мировой войны владыка митрополит Николай вместе со святейшим патриархом Алексием был инициатором празднования в июле 1948 года 500-летие автокефалии русской православной церкви и совещания глав просветителей поместных православных церквей для обсуждения нескольких насущных вопросов общеправославная жизнь он возглавлял организацию всех выдающихся событий в жизни полноты православия митрополит Николай восстанавливал и развивал также дружеские отношения с многими инославными церквами и религиозными объединениями владыка Николай стоял у истоков создания конференции европейских церквей им было положено начало подготовки к вступлению русской православной церкви во всемирный совет церквей с его участием началось создание христианской мирной конференции начиная с 1949 года митрополит Николай представлял русскую православную церковь во всемирном движении сторонников мира был избран в состав советского комитета защиты мира был членом всемирного совета мира и на протяжении более 10 лет многократно выступал на международных формах произносил горячие речи в защиту мира исходя из христианского учения любви за многолетнюю патриотическую деятельность и активное участие в борьбе за мир митрополит Николай награжден медалями за оборону Москвы за доблестный труд в великой отечественной войне и орденом трудового красного знамени кроме того он имел много орденов и медалей полученных в других странах 10 мая 1949 года Московская Духовная Академия присвоила митрополиту Николаю степень доктора богословия за совокупность богословских трудов а затем митрополит Николай стал первым русским архиереем удостоенным почетной степени доктора богословия шестью зарубежными академиями и институтами 19 июня 1952 года совет Ленинградской ныне Петербургской Духовной Академии избрал митрополита Николая почетным членом ЛДА 47 лет отдал владыка Николая служению Церкви Божией как неутомительный труженик на Ниве Христовой служению Церкви Божией как неутомимый труженик на Ниве Христовой 26 лет из них он служил в Петергофе и Ленинграде несмотря на блестящую казалось бы международную в кавычках карьеру жил владыка Николай очень скромно в ветхом деревянном домике по Бабманскому переулку 6 ему прислуживали две старушки готовили пищу убирали простая железная кровать угольник с образами множество книг в шкафу на полках на полу в доме невозможно было сделать ремонт негде разместить вещи книги а на просьбу архиерея дать ему временное жилище хотя бы в новодевичьем монастыре последовал отказ газеты конца 50-х годов пестрили фильетонами направленными против верующих закрывались храмы из восьми духовных семинарий были закрыты пять во всех городах России Сибири по ворове были закрыты те церкви которые открыли в военные годы в антирелигиозных брошюрах прямо утверждалось что религия в СССР доживает последние дни в это тяжелое время в кавычках бархатный митрополит как порой называли владыку Николая мягкий осторожный почувствовав эфемерность надежд на укрепление церкви становится неузнаваемым цитата жалкие безбожники они подбрасывают вверх свои спутники которые вспыхивают и погаснув падают на землю как спички и они бросают вызов богу зажегшему солнце и звезды которые вечно горят на горизонте говорил владыка у митрополита начинают портиться отношения с представителями власти особенно раздражала их непреклонность митрополита в отношении закрытия некоторых сельских церквей московской епархии на сегодня все благодарю за помощь с богом отошел так Игнать Тихонович вы там выставили что мне надо сейчас замок снимаю все уже закачал через две минуты заходи возьмешь хорошо с богом с богом у